свою лепту, уникальность, уникальность, которая присутствует во всех вас в Скинии. В Скинии у каждого есть своя уникальность. Порой бывает, не хочется за живот держаться от вашей уникальности, но в этом и самое, знаете, самое зерно. Семя, которое посадил Господь, Он и взращивает. Она у нас второй год. Вообще она с Господом второй год. И она пришла, я думала, на самом деле, вот когда она пришла, я думала, у нее немножечко... Я видела вот это вот влияние этого мира, что она залезла в какое-то... И у меня ощущение, что с человеком что-то сразу не все в порядке. Но я видела, что она не свободна, она под гнетом, и ее надо высвободить. Но знаете, в чем цена? Она оставалась верной. Вот она получает освобождение тем вещами, не потому, что мы только проводили освобождение, а потому, что она пребывает в верности и в слове, постоянно в слове. И Бог на моих глазах ее поднимает. Второй год ребенок, да? Она еще ребенок, она новообращенная, вот второй год пошел. Да? Правильно я говорю? И я просто не нарадуюсь всем твоим успехам. Пускай Господь благословит. Спасибо, Лена. Да, я хочу сказать, я прошла такую жизненную перетрягу, не каждый из вас, поверьте мне, это выдержит. И я до сих пор еще оттуда не вылезла. До сих пор еще... Все, тоже вылезла. Отовсюду ты вылезла уже. Все, благослови тебя Господь. Друзья, все, я передаю, наверное, все, ни у кого ничего больше нет, я передаю слово. Сергеев. Добро пожаловать, Брэд. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Слава Богу, да. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему, Богу всемогущему. Сегодня... Я прошу прощения, я на финнов так и забыла, да? Собрать на финнов. У нас мы хватаем еще по четырех тысяч. Потом, да? Давайте потом, в конце. Да, и благословляем. А здесь счет есть? Счет, вы можете на карточку перечислить, да? Можно я немножко, наверное, да? Да, да. Да, и благословляем служение финнов здесь. Да. Слава Богу, да. Потому что, действительно, это важное служение. И Бог, если приводит кого, тем более даже из других стран, то это для Его славы, для Его целей, определенных. Слава Богу. И, действительно, сегодня я молюсь о Москве. Сегодня особенная молитва моя. И такое, особенно такое мое волнение даже в этой молитве. Знаете почему? 29 апреля, 95 лет назад, ровно 95 лет назад, в храме Христа Спасителя здесь, в Москве, тогда еще в храме Невзорванном, еще тогда начался собор, который очень сильно повлиял на дальнейшую историю церкви у нас, историю христианства у нас. До 9 мая продолжился этот собор, в 23-м году это было. И его назвали потом, окрестили обновленческим собором. Но, в общем-то, собор на самом деле исторический. И эти дни, вот с 29 апреля по 9 мая, продолжаем и буду продолжать молитвы эти о Москве, о духовном пробуждении за Россию, всей страны и всех стран бывшей империи российской и бывшего Советского Союза. Потому как, действительно, там, я считаю, сегодня Божьим, Святым Духом имеет продолжение и будет иметь еще большее продолжение. Реформация. Слово, которое многих пугает верующих, но, знаете ли, на самом деле и многих окрыляет. Меня это слово раньше пугало также. Но, последние эти годы, оно меня окрыляет. Потому что реформация, это не выдумывание нового, это возвращение к хорошо забытому старому. Это возвращение к основанию. Это возвращение к истокам. Есть деформация, да, а есть реформация. Деформация, ну, деградация церкви, христианина отдельного, поместных церквей, всего христианства. Реформация и отдельного верующего человека, и общин, собраний, конфессий, динаминаций и всего христианства. Это покаяние. Это исправление. Это возвращение. Это работа над ошибками. И в народе Божьем были время от времени большие и малые реформации. И будут еще. Один из отцов церкви, еще древней церкви, третьего столетия еще нашей эры, через 200 лет после начала истории христианства, Киприан Карфагенский был такой архиепископ Карфагена и признанный тогда лидер всей Северной Африки, тогда христианской Африки. И в третьем веке, это было в то время, когда наших с вами братьев и сестер бросали порой потехи ради на арену Колизея, на растерзание львам. В общем-то, имперский Рим гнал христианство чаще всего в то время и не жаловали нас в то время. Действительно, считали изгоями, отщепенцами, считали, знаете ли, теми, кто этот мир просто портит. Это страшно, конечно, но было время. Да и, в общем-то, всегда желающие жить благочестиво будут гонимы. Больше или меньше, знаете ли, и вот Киприан Карфагенский, он очень мудро выразил эту мысль, он сказал так о реформации. Он сказал так, в третьем веке, напоминаю, он сказал, Экклезия семпер реформанда, его знаменитый тезис, церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется, церковь непрестанно, всегда реформируется. А если не реформируется, то уже деформанда, реформируется, деградирует. И как в теле, вот в физическом теле, у нас обновление происходит во всем теле. Клеточки, но которые, клеточки не хотят обновляться, да, они отмирают, они мертвы. Но те, которые обновляются со всем организмом, они живы. И в таком огромном теле Господа нашего, Иисуса Христа, мы как живые клеточки. И горе тем клеточкам, которые не хотят обновляться, которые, знаете ли, самодостаточные, которые считают, видимо, что я разбогател, ни в чем не имею нужды. Такое состояние очень печальное и страшное, в Библии называется состояние, вот действительно, и слепого, и глухого. Ну, несчастного человека, мертвого человека. И Павел Апостол Ефесянам пишет, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Осветит тебя Христос. И спящих пробудившихся, и воскресших из мертвых, осветит Христос церковь свою. Я прошу Скинию, прошу пастора, прошу всех вас, все ваше собрание. Вы молящиеся собрание. Вы молящиеся Скиния. Ну, уже, ну, будем так говорить, как корабль назовешь, да, так и поплывет. Ну, как бы, знаете ли, я не представляю себе собрание, названное Скинией, не молящиеся. Ну, это как не соленая соль, это как, ну, не знаю, ну, не сладкий сахар какой-то, ну, обезжиренные сливки. Ну, как бы, это какое-то извращение какое-то. Вот, одним словом, должно быть, все соответствует, действительно, названию. И о Скинии, она, ну, не знаю, мы говорим Скинии, подразумеваем молитву. Это сто процентов. Мы говорим молитву, да, проставление, хлада, подразумеваем, что Скинии, конечно же, да. Первое, что на ум приходит. Вот, и тем более, что мы живем в благословенную такую эпоху третьего храма, храма, который уже на сегодняшний день превзошел своей славой все то, что знало человечество в своей истории. Храм из живых камней, созидаемый на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Господа Иисуса Христа. Стройка двухтысячелетий. Шутка ли? Двухтысячелетий уже строительство идет. И этих, из живых камней, Бог созидал церковь свою и созидает по сей час. И Коринфянам сказано было, разве не знаете, что вы, говорит, храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Павел-то написал тогда, когда тот храм, второй, он еще существовал, он еще не был римлянами разрушен. Он еще существовал, и священники там совершали свои службы, но уже ставшие бессмысленными службы. Потому что вся истина уже через Иисуса Христа пришла в этот мир. Потому что все совершилось на Голгофском кресте, Иисусом Христом, все совершилось, спасение наше, искупление, исцеление. И вот храм созидается два тысячелетия. Этот храм, конечно, знал в своей истории много всего. И позорного, и великого, и страшного, и смешного, и всякого. И порой, да, действительно, была эпоха, многовековая эпоха великой деформации, деградации христианства. И порой на этой стройке тысячелетий, знаете ли, действительно, на стройке храма казалось, это все долгострой. Казалось, это уже, ну, проще снести и что-то новое строить, знаете ли. Наверное, ко временам, ну, Яна Гуса, Лютера, вот к той эпохе ближе, если брать, то, наверное, многим казалось, что проще, наверное, снести и что-то новое созидать, что-то новое строить. Но на самом-то деле, на этой стройке, время от времени, кто-то копошился, кто-то камешек вложил. Пусть это было, как бы, в общей картине, как бы, и мизером, ничтожностью, казалось бы, по-человечески. Но Господь говорил, что где даже двое или трое, даже если это небольшое строительство, а двое или трое во имя Его, там и Я посреди. Даже если в какую-то эпоху, ну, представим себе, что было все так плохо, что только лишь двое или трое было верно, Господу, рожденных, свыше перерожденных духовных людей, то это и была церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот, и пять столетий назад, уже чуть больше, закипела работа вновь на этой стройке. И пять столетий продолжается эпоха Великой, уже реформации. На смену деформации пришла эпоха реформации, возрождения, покаяния, исправления церкви. И я молюсь сегодня о том, чтобы, ну, оно в разных конфессиях более или менее проявляется все это. Там, 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 и прошу ваших молитв о том, чтобы вот в эти дни и в эти вот, в эти годы ближайшие, и православная церковь, как одна из ветвей, многоветвистого такого древа христианства, наполнилась жизнью. Знаете, вот тоже в эти дни вот в Туле прогуливался, и там как раз, ну, весна начинается, вы уже смотришь, там, там набухать почки, распускаться, вот, но отломленные есть ветви. И там жизнь не доходит, не проходит. Но Бог силен, даже надломленные ветви, даже отломившиеся ветви, да, отпавшие, Он силен возродить. Он силен действительно сделать это чудо. И когда Он Моисеев посылал, Он дал ему вот эти знаки, которые по сей час обнадеживают нас, да, что мертвая материя стала живой, посох стал змеем. А прокаженная рука, которая, ну, неисцелимо больная рука, она в мгновение ока стала чистой, здоровой. Это знак добрый того, что Бог мертвое делает живым. Больное, неизлечимо больное делает здоровым. И при том в два счета. Очень быстро. И когда Он выводил на свободу Израиля, то Он исцелил Израиля. И потом 40 лет ходили по пустыне мы, и ноги не пухли. И одежда не изнашивалась, вот, и выпадала манна, хлеб ангелов мы ели. Шутка ли? Наверное, ангелы с удивлением смотрели на эту картину, как ангельский хлеб едят люди. Удивительно. Вот, и, друзья, сегодня время благодати. Время эпоха благодати. Двухтысячелетняя эта эпоха. И, действительно, в это время сам Христос, тогда был Моисей, руководителем этого движения, всего этого исхода, великого исхода из царства тьмы, в царство света. Сегодня сам Иисус Христос. Бессменный руководитель. Два тысячелетия. Он на этом посту. Ибо един Бог и един посредник. Между Богом, написанным, и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Для искупления всех предал себя Христос. И Бог во Христе примирил с Собою мир. То есть, Он протянул руку первым. Примиряется первым, чаще всего, не самый виноватый, да, а самый сильный и самый любящий. И наш Бог, Он примирился с нами первым. Он примирился, доказав к нам свою любовь, отдав Сына Своего, отдав Свою жизнь, Свою кровушку за нас. Пролив доказал навсегда свою любовь, серьезность своей любви, истинность своей любви. Примирил с Собою мир. И сегодня время это благодати, когда каждый, кто призывает имя Господне, переживает это величайшее чудо. Духовное возрождение, спасение. Я молюсь о том, чтобы наполнилось жизнью и православие, и вообще все христианство. Все христианство, все древо церкви. Слава Богу. Многоветвистое такое, огромное, да, много разных ветвей, много больших и малых на этом древе. Но корень у нас один, это сам Иисус Христос. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И знаете, друзья, дамы и господа, братья и сестры, сегодня еще и, вот так совпало, полнолуние месяца, второго месяца уже. Мы его называем Ияром, но, в общем-то, в Библии просто второй месяц называется, после Ниссана, после исхода нашего. И говорится, что те, кто не могли есть Пасху во время Ниссана, полнолуния, были нечисты или в дороге, по работе, мало ли что, да, не могли, то они имеют возможность уже во время второго полнолуния, второго месяца, есть эту Пасху, чтобы действительно никто не был обделен. И Пасхшини, еще называют это, как бы вторая Пасха, это такой очень добрый знак в Библии, когда о нем мы читаем, то это как добрый знак того, что Бог, Он дает шанс всем, даже тем, кто опаздывает, даже тем, кто нечист, даже тем, кто задерживается, даже тем, кто, Он говорит, приходите, кушайте эту Пасху. Сегодня наша Пасха Христос, наша Пасха Христос. И сегодня пусть вкушают эту Пасху все, все, все. И Бог хочет всех, даже тех, кто пришел уже и придет, допустим, уже, ну, уже к шапошному разбору, казалось бы, да, кто придет уже под самый занавес, Он хочет ту же самую награду дать. И я верю, Он и даст эту награду на, конечно, удивление, особенно тем, кто пропахал на огороде Царства Божьего очень долго, знаете ли, и тем, кто думал, наверное, может ему отсыпется нечто большее. Но Бог, что касается спасения, уравнял всех. И молюсь о том, чтобы действительно вот это Божье вкушение, оно пришло ко всем, даже к самым запоздалым, к самым нечистым, отдаленным, казалось бы, да, но пришло это благодатное вкушение Христа. Потому что кто не будет кушать Его, кто не ест Его плоти, да, Его крови не пьет, не имеет жизни, не имеет части с Ним. И, конечно, Он, Иисус, говорил, подсказывая нам, что то, что Он говорит, это не просто проповедь, не просто слово, а дух и жизнь. Поэтому вкушение Его имеется в виду, в первую очередь, духовное вкушение Его. Даже не просто таинство даже, даже не просто обряд какой, а вкушение духовное, вкушение Его. И питье наше, это сам Иисус Христос. И то, что действительно самым великим таинством является, это Христос в нас, упование славы. Христос в нас, а мы во Христе. И вот это есть самое основное. Прошу ваших молитв. И я думаю, что, когда мы молимся друг за друга, когда мы молимся о других людях, о других, не знаю даже, ну, церквях, да, общинах, направлений, конфессиях, то в этом, наверное, Христос еще больше будет проявляться. Не знаю, ну, я, по крайней мере, это переживаю. Молюсь и переживаю тоже это. И прошу ваших молитв также. И вот в 23-м году, 9-го мая, когда собор уже закончился, так совпало, очень красивое совпадение, да, значит, было названо Днем Победы в православной реформации. Представляете, в 23-м году, задолго до войны, да, было названо Днем Победы в православной реформации. Символически вообще, как бы, это в этом что-то, какое-то удивительное совпадение такое. Удивительное, да, и символ очень красивый такой. Вот, и я верю, что действительно, это победа Господа. Тогда были, знаете ли, как вот перед землетрясением, толчки еще. Это не было еще самим землетрясением, это не было еще вот самим этим потрясением, но это были толчки. Родовые схватки. Да, родовые схватки, да. Ведь Иисус недаром, кстати, очень со схватками сравнивает последние события этой вселенной, да, этого мира, предпришествиями его сравнивает это на самом деле. И это уже, ну, не рассосется. Ну да, да. Это уже не рассосется, да. Так что, и мы знаем, что, да, всю планету лихорадят сегодня, схватки, да, экономические, политические, религиозные, все чаще и все больнее. Восемь штанов. Вот, вот. Восемь штанов. Вот. И это действительно, это добрый знак. Ну, конечно, для неверующих это признаменование погибели. Это вообще, ну, это все, это будет конец. Ну, а для верующих это добрый знак, что будет жизнь. Мы знаем, будет новое небо и новая земля, и новая история. Это новое начало всего нового, обновленного человечества. Слава Богу. И Господь грядет, и время начаться у нас дома его. И удивительно происходит сейчас по всей планете, по всей земле. Но, конечно, моя молитва, особенная молитва, и вот прошу вашей поддержки. Знаете ли, за православие. Я, многие, многие верующие мне говорили в разных церквях. Вот, спрашивали, почему я отношу Ариасу, почему я не стал протестантом, допустим, да. Вот в 96-м я вышел, когда из традиционного православия, то у меня, да и у моей жены, мы вместе даже искали, даже, ну, наверное, принятнем какой-то из конфессий, какой-то церквей, и будем в какой-то церкви. Знаете ли, хотя я, ну, понимал, что, как бы, смена конфессии, как бы, не меняет, как бы, особенно ничего, но, но все-таки, знаете ли, было побуждение. Тем более, ну, нехорошо как-то одному, ну, понятно, мы вместе, но семья – это хорошо, но надо иметь какое-то дальше, еще больше, более плотное общение, служение. И, знаете ли, но к тому, к моменту выхода из традиционного православия у меня были друзья и среди баптистов, и харизматов, и адвентистов, и пятидесятников. Так получилось, среди основных протестантских церквей были у меня друзья уже. Даже у тех, среди всех церквей, которые друг с другом не общались, знаете ли, так вот, ну, даже и вообще не сообщались. Ну, а я общался и с теми, и с теми, и с теми, и понимал, что если я сейчас, допустим, предпочтение отдам, как вот, допустим, той конфессии, то вроде как вот уже там, как бы, значит, с братьями так вот уже не пообщаешься. Но, интересно, Бог дал такие предзнаменования, что будет действительно нечто новое, что реформация. И один из знаков удивительных, это был сон, однажды был сон, вот, были разные, и сны были, и видения были, все было, и пророчества, и столкование языков. И вот, насчет, один был сон, когда мертвая девушка во гробе, я не видел ее, но я понимал, что там закрытый гроб был, я понимал, что там находится, и там было тело мертвой девушки, над которой надругались, и убили, и расчленили тело даже. То есть не просто она была мертва, она была даже на части, разделенной, вот в чем дело. Страшная такая история. И во сне я был в недоумении, значит, к чему бы это, вроде как похорона, не похорона, не помешь. Она, этот гроб на подиуме таком каком-то стоит, свет светит, значит, и так, полумрак такой. Я там не приглядывался, но понимал, что там где-то там народу полно. Вот, значит, ну я тоже так, где-то так, в полумраке. Значит, и представляете, пока я в таком недоумении был во сне же, слышу голос прямо во сне, и он говорит, этот голос, «Иди и молись за ее воскрешение, иди воскреси ее». Я так понимаю, во сне же что-то Бог говорит, и как бы необычное предложение. Никогда же я не молился тогда, но на самом деле не молился за воскрешение умершего. А здесь сразу такой случай, такой, я так подумал, если бы она была бы просто мертвой, я, может, попробовал бы, почему бы и нет? Значит, может, попробовал бы даже. Но она же на куски разрезана, как же она может, ну, это ж не конструктор, это ж тело, как оно склеится, это ж не сказка, там, мертвой водой побрызгнул, там, живой водой, там, и она встала. Вот, это ж, это ж... Ну, и я попытался как-то Богу, ну... — Показать. — Да. К здравому своему смыслу призвать его. Да. Я, значит, ну, это был сон, но все-таки интересно. Да, значит, и я, значит, ему это высказал, что так и так, что я, ну, во-первых, я и не молился никогда за воскрешение, вот, ну, она вот в таком состоянии. И представляете, и этот же самый голос, хоть бы что, ну, вот, он опять то же самое мне говорит. «Иди и молись за воскрешение, иди воскресенье». Я понял, у меня слабые аргументы, но я попытался опять это не сделать. Я сказал, ну, Господи, а вот если не получится, например, допустим, да, вот не получится. Да, ведь есть вариант. Вот, значит, то, что скажут вроде как бы о тебе, как бы, ну, вот, я же верующий, да, значит, я помолюсь, но если не получится, ну, вроде как бы нарекания на тебя будут, как бы, вроде за его имя переживают, хотя сам, на самом деле, не об этом переживал-то. Вот, значит, и представляете, а он не переживает за свое, даже вот это положение, знаете ли, да, значит, не переживает. И он опять то же самое говорит мне, третий раз то же самое. «Иди и молись за ее воскрешение, иди воскреси ее». Я еще что-то пытался сказать, но не помню, я проснулся. Среди ночи, все спят, дети спят, жена спит. Ну, я пошел так, на кухню вышел. Вот, сна ни в одном глазу, вообще, знаете ли, как бы, ну, я молюсь, помолился о том, о сен, значит, ну, во-первых, покаялся, конечно, на всякий случай, думаю. Ну, уже перебить себя в видом детстве. Другой. Потому что первая мысль моя была такая, наверное, во сне Бог показал, как у ее прямо. Думаю, ну, все-таки, 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 всего лишь сон, думаю, сон, про не сон, не сон, ну, как бы, так. Думаю, это ж не наяву, думаю, я ж, думаю, наяву, наверное, бы не догадался бы, с Богом так вот, как бы, так вот, да. Ну, я попросил прощения, ну, видимо, упрямость моя, там, прочее и прочее. Ну, а дальше уже повалился за все, уже, как бы, вроде бы, а сна так и нету, так вообще, даже и не хочется никак спать. Вот, начал на языках молиться, вот. Кстати, очень хорошо сегодня прозвучало, да, что действительно масло, 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 на донышке, и иссякает уже, да. Вот, начал молиться, а потом в один момент вдруг я понимаю, что я уже не молюсь, а провозглашаю это слово. Говорю, вот именно говорение началось. Я, ну, не останавливался, я стал говорить, говорить на языках. И даже сам, думаю, так вот говорю, а сам мысль такая, думаю, как-то так и убедительно говорю. Вот, жалко, что непонятно о чем. Ну, как бы, вот, ну, весьма так убедительно, что-то утверждаю еще что-то такое, провозглашаю, знаете ли. Вот, значит, ну, не Ленин на броневике, ну, что-то такое, вот, знаете, вот прям такое, что-то так вот, тезисы какие-то там провозглашаю, что-то тезисно. Вот, вот, и паузу сделал, вот, я понял, что очень важно в любом разговоре, тем более в молитве, да, в разговоре с ним делать какие-то паузы иногда, очень важно. И вот остановился, значит, и вот впервые тогда у меня было вот это истолкование, истолкование этого языка, вот, и, ну, никого не было, и один я только, лишь был на кухне. Но я сам себя переводил для самого себя же. Вот, значит, во-первых, первое предложение, я, как бы, ну, довольно странно, но нечетко, но я знал, о чем идет речь. Ну, в принципе, как бы, никого нету, я думаю, если даже позорюсь, если я сам перед собой, как бы, в принципе, чего. И я взял это и сказал на русском языке вот то, что я так вот понял из первого предложения. И когда я это сказал, я четко понял, о чем второе предложение. И при том, ну, может, не то, что дословно, но вот четко я понимал, что вот так, и так, и так, и сяк. И я это сказал снова. Потом третье. И вот эта всю речь свою я для самого себя, сам себя же, самого себя же перевел. Удивительно. И оказалось, это истолкование этого языка. Истолкование про русский язык. Да, да, истолкование этого сна. Вот, что это девушка, это не девушка было сказано вообще. Что это вообще не стоит первое. Вообще, то, что я подумал, совсем не то. Вот, это не девушка, это церковь. И ее насиловали, было сказано как раз, кто насиловал. Это просто, это политики, религиозники, и при том императоры. Там, там, там волосы дымом поднимаются, значит. И расчленяли, и теперь у врага есть дальнейший план похоронить, закопать все это. Но у Бога есть план. Удивительный план испортить дьяволу праздник этот. Эти похороны сорвать. Знаете, как вот Иисус, помните, да, он в процессе увидел похорону, вот, и остановил ее, эту процессию. И вместо плача радость, и вместо похорон получилось торжество, радость, милость такая Божья, воскрешение, воскресение, да. И вдова была радостна, значит, ну, я представляю себе, да, значит, сын живой, да, значит, молодого хоронить ребенка, представляете, а это живой, здоровый, все. Слава Иисусу. Вот, и я верю, что у Господа есть план, а с того момента я знаю точно, у Него есть план воскресить церковь. И у Него есть удивительный такой мудрый план. Спящих Он пробуждает, но мертвых воскрешает. Спящие души Он пробудит, а мертвые воскресит. Мертвый воскресит. Вот, кстати, тогда у меня уже и был набросан этот, пусть Гоголь не обижается, значит, на его лавры покусился тогда, как раз, ну, накануне как раз, значит, назвал живые души. Вот, значит, у меня там, значит, покаявшийся Чичиков, значит, опять путешествуют его, как бы, ну, плоды покаяния. Ну, покаяние было и там, и Коробочки, и Плюшкина, значит, но мне манило в турне, все удалось вообще, вот, и покаять мне было очень сложно вообще. Он, понимаете, он слишком хороший был, чтобы вот так вот, нахрапом так взять, вот, значит, и вроде на все согласный, как бы, вот таких сложнее всего, знаете, вот, взять, вот, который вроде, как бы, значит, вроде мягкий, пушистый и на все готовый. Ну, вот, а внутри-то никакой, бескребетный. И вот, значит, и вот, ну, даже и удалось мне покаять, да, вот, так что в этом уездном городке там было пробуждение такого, ну, масштаба, да, значит, а поводом, ну, сам Гоголь спровоцировал, как бы, это все, значит, потому что в переписке к друзьям, как раз, в письмах, он-то как раз и описал, что не будьте, говорят, мертвыми душами, но живыми. И он написал, что мертвые души, по его мнению, как раз, ну, как художника, не как нам в школе объясняли это произведение, а по его замыслу-то, изначальному это. Он хотел показать, потому что, друзья, я так понял, из контекста письма его ответа, я так понял, друзья возмущались, почему он взял столько много отрицательных персонажей и собрал их вместе, карикатурно, и получилось очень так пошло. Но он описал, что он взял самые пороки человеческой души, описал состояние без Христа, без Евангелия, без Бога, по сути, без Бога, мертвые души, невозрожденные, не о крестьянах мертвых, человечестве там, да, а там действительно о мертвой душе человеческой, без Евангелия, без Христа. А дальше он, друзья, пишет, но вы не будьте мертвыми душами, но живыми. И объясняет им, что суть в Христе, суть в Евангелии самом. И я когда перечитывал, думаю, так вот, надо написать живые души, и мы тогда же там обыграли эту сценку такую, вот, но до экранизации не дошло дела, но, думаю, дойдет еще, время прошло уже много, надо и доставать время от времени рукописи. Вот, значит, и действительно, вот по образу вот мертвых и живых душ, действительно, и христианство часто напоминает такую сцену, вот, мертвых душ, знаете ли, и не просто там каких-то, а вот действительно мертвых, которые вроде как живы, но на самом деле мертвые. Вроде как бы живы, вроде как бы, значит, христианство, вроде как бы все хорошо, но они мертвые. Потому что, действительно, возрождение, спасение только через Евангелие, только через Христа. Когда на Иисуса, как на своего Избавителя, возряд люди, вот чудо совершается. В моей жизни так, в жизни миллионов людей так именно. И оно так и будет вообще в целых конфессиях, в целых динаминациях. Иисус, Он говорил так, что, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И эта сцена для меня, это самое важное. Воззреть на Иисуса, воззреть на Господа, Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Так что, друзья, вот, и из его послания. Ну, для меня нет больше радости, пишет Иоанн в третьем послании своем, да, значит, в четвертом стихе. Как слышать, что дети мои ходят в истине. Вот, я убежден на все сто процентов, что для нашего Небесного Отца наипаче это. Для нашего Небесного Отца, родителя нашего, действительно нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, в Божьей любви, в Его слове, в истине Его. И, наоборот, печаль, самая большая печаль для родителя, когда дети не ходят в истине. Это, действительно, это так. Вот, в прошлом году в нашей семье было очень тяжелое такое испытание, нашей семьи. И, честно говоря, до сих пор еще так вот отходим, мы с семьей переживаем это все. Значит, наш зять отпал, и он из бывших зависимых, когда-то он там проходил реабилитацию, служение начинал на севере, и в Мурманской области, там, как евангелист, как миссионер трудился. Вот, мы радовались тому, что, значит, ну, протестант, писятник такой, ну, как бы, значит, вот именно евангелист, миссионер наслаждал церкви. И радовались, что зять, вот именно такой, ну, горячий верующий. И потом, так же горячо он взялся за, вот, пьянку, гулянку, стал избивать нашу дочь, свою жену. Мы не знали этого, это все, ну, как бы, дочь, она прятала все это, значит, потом одна сестра просто узнала, увидела и даже сделала фотографии, значит, там, и, ой, 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 для нас это было, для меня это было просто, знаете, вот, лучше бы меня бы избили, Лучше бы это все это, и тем более, что он стал пьянствовать и гулять, вот, потом уже открыто, если раньше еще скрывал, потом стало открыто. Вот, и утешением, конечно, ну, были всякие мысли, не знал, что делать вообще. Убивать его или молиться за него, или любить его, вот, вот, действительно, вот, ну, не знаю, что делать, знаете, вот, дьявол по больному самому ударил, вот, вот, в жизни не ожидал, что, вот, под дых такой будет удар, знаете, вот, из седла просто выбило. Я просто, ну, несколько месяцев, я, вот, ну, реально не мог ничем заниматься, просто вообще настолько переживал все это, вот, и утешением были слова. Ночью, я там чуть аж скойки там, не грохнулся просто, на расслабушке там спал, в уединении, просто решил уединиться в молитве. Почти ни с кем не контактал, не имел контакт, молился, и три слова, которые тогда очень сильно потрясли меня. Вот, и прямо ночью я вот встал, я их тут же и записал, значит, и там даже в сети там опубликовал тоже, в сетях социальных, поделился этими словами. И самое главное, что от Бога получил тогда, как утешением, что Он любит всегда, не прекращает любить. И Он простил, и Он принял. И, знаете, Его прощение, Его вот это примирение с нами, оно дало силу простить, силу принять, знаете ли, и сейчас, да, взять, прошу реабилитацию, сейчас адаптацию там, значит, там в репцентре. И, знаете, для меня это чудо, что вот Бог стал восстанавливать человека, восстанавливать его в служении, ну, сейчас даже как христианина, как служителя восстанавливать. И Бог действительно велик, и когда размышляю о Нем, взираю, как бы, глазами веры на Голгофский крест, на кровь святую, размышляя о теле ломимом Его, приходит это исцеление. Приходит сила прощения, благодать этой. И для земного Отца, земной Матери, для родителя нет больше радости, чем в виде детей, свыходящих в истине. Но я тоже еще и еще раз убедился, что для небесного Отца, для небесного нашего родителя наибаче, для нашего небесного Отца нет больше радости, чем в виде детей, свыходящих в истине. Своих сыновей, дочерей Он хочет видеть, входящих в истине. И если его дети не ходят в истине, а во лжи, в грехе, в проплятии, то его сердце разрывается от боли. И я помню тот день, уже другой день, уже не ночью, а уже днем, там в парке прогуливался. И, знаете, вот четко я осознал, прямо на молитве осознал, что Он, как небесный Отец, гораздо больше чувствует и переживает. Я там лишь чуть-чуть совсем, чуть-чуть лишь могу прочувствовать, и то мне кажется, это не по сильной ношей. Но по сравнению с тем, что Он, и я вспомнил, как в 96-м году, когда во сне увидел смерть одного священника без покаяния. Это было страшно. Это был священник, которого я тогда не мог простить. Ну как, я прощал его, но, как, знаете, бывает, наверное, у многих это бывает, у христиан проходят многие верующие подобные, как я вот прошел тогда, что вроде прощаешь, да, благоставляешь все, вроде как бы, может быть, даже день, два, три там не вспоминаешь, но когда только вспомнишь или что-то повод какой-то есть, аж вулкан пробуждается. Ну понимаешь, что это все так вот, ну, нет внутри прощения этого. Это было как ад. Вот я потом, братин, тоже многим говорил, если хочешь испытать, вот что такое ад, вот попробуй не прощать. Вот попробуй не прощать, неделю, две, там, месяца, сколько тебе хватит. Вот, и это будет пламенем ада, который душа твоя испытает сто процентов. А хочешь испытать рай, прости. Вот, и ты будешь испытывать вот это преддверие, запахи уже рая. Потому что, если одним словом описать рай, это прощение. Там только прощенные и пережившие прощения и простившие. А если одним словом описать ад, то это непрощение. И там непрощенные и непростившие. Вот, и вот это, вот характеристика такая. Я это тогда очень четко осознал и пережил сам лично в своей жизни тогда. И не мог простить того человека. Ну, ну, все плохое, что можно себе представить, вот, все было в этом освященнике. Ну, ладно. Но, понимаете ли, Жена была тогда, вот, получается, в больнице между жизнью и смертью, вот, по его вине, этого священника. Вот, и как раз я зашел в больницу, был в больнице, и врач сказал, что если выживет даже, то, ну, это инвалидность на всю жизнь, вот, значит, и прочее. Вот, и я был просто в таком шоке. Вот, значит, остаюсь с двумя детьми. И тогда подрабатывал, я охранял домолитвенный у писатников, батюшка. Это уже вышло тогда из традиционного православия. А тот священник организовал кампанию травли со всех сторон просто. Вот, и бандитов насылал там, и прочее. Вот, значит, я туда не обращался, значит, меня везде футболили просто. И, думаю, правду матку не найдешь, нигде, значит, вот, и, значит, и а то. Ну, священник такой коррумпированный, мафиозный, знаете ли, священник. И, вот, ну, и самое обидное было для меня, почему не мог простить, наверное, сейчас я это понимаю. Ну, он, по моему мнению, против Бога был просто. Потому что в присутствии свидетелей он несколько раз говорил, что где, вот, Бог покажи, я поверю-то. Вот, хотя он сам и богослов, и все. Но, понимаете ли, страшно, когда человек, когда, чья работа даже подразумевает, ну, служение Богу, в присутствии людей ставит под сомнение вообще существование Бога как такового вообще. Для меня это было просто верхом кощунства. Тем более это все на пьяную голову, и с пьянкой, гулянкой, и там, и все-все-все, что можно было представить себе было. И, знаете ли, для меня это было просто воплощением вот всего ненормального, что есть у нас в церкви, думаю. И, знаете, друзья, конечно, он в епархии был на хорошем счету, там, и в Москву сюда приезжал, там, значит, его там встречали, там, значит, да. Ну, как бы, везде свои люди. Но, но, я помню тот день, ночь уже, опять-таки, когда я получил это откровение о нем и обращение. Я пришел, помню, на дежурство пораньше пришел, значит, и, а там как раз молитва вечерняя завершалась, так вот, там бабушки, в основном дедушки у них там в собрании, и они пели вот эту песню. Мне она очень сильно нравилась. Я ее слышал уже к тому времени несколько раз, слышал, но тогда она мне как-то особенно очень понравилась, эта песня. Там, значит, славьте Бога, славьте в песнопениях, славьте, славьте жизнью всей своей. В стройном пенье, в радостном хваленье, в средь мучений и среди скорбей, славьте Бога, славьте вы Бога. За его, ну, вот именно вот это, я сейчас не помню всех слов уже по сборнику. И, знаете, вот, они когда ушли, я был плохим сторожем, в общем-то, я спал, вот, вот, но Бог хранил, вот, и меня и дом молитвенный. Ну, я вырубался просто, вот, эмоционально просто, наверное, уже бессилие. Значит, и я даже не помню, как я уснул. Я пел этот псалом, пел вначале через «не могу», через «не хочу», потом через «не могу», там, и, значит, и наоборот. Вот, а потом, как-то, и вроде чувства пришли, как-то и желания пришли. Ну, в конце концов, как говорится, в последствии, в революции, все это, мое, как бы, это все ерунда вообще. Значит, ну, и начал, короче, петь, 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 больше и больше. Ну, и добился, уснул. Уснул, значит, и видел во сне смерть священника, его, этого священника. И что он умер, так и не пережив встречи с Богом, не пережив покаяния, обращения к нему. И вначале я не понял, зачем это мне все видеть? Как бы, я даже не могу противился, это немного некрасивое зрелище было. Какой-то человек, не знаю, или ангел, кто-то в светленьком таком водил меня. Ну, так с ним запросто попадали, то в его дом, прям, вот так вот, в его комнату. И он раз так, постель открывает его, одеяло, и там его тело уже со следами разложения. То есть, и он поясняет, что он умер, и никто не хватился, вот, несколько дней и он лежит. И потом думаю, а зачем мне это все видеть вообще, для чего? Я, как бы, противился, ну, и зрелищу самому. А этот в светленьком таком, вот этот, или ангел, или кто он там, значит, он дальше показывает, как бы, реакцию людей. Потом сразу несколько дней отмоталось еще, как бы, его, значит, реакция людей. И некоторым даже это понравилось, что батюшка умер, а другие горевали, плакали. Некоторые бабушки идут, там, на этом приходе, там, да, как бы, некоторым, многим людям, что не попытаевать, как бы, в принципе, значит, там, как дынь. В нем что-то доброе же было, в конце концов, пел он хорошо, кстати, да, вот, то есть, ну, правило, служба давно. Лет 50 был на одном месте, в Бортоиреи, там, благочинный, там, метрофорный, со всеми наградами, мыслями, немыслимыми наградами. При открытых царских вратах служил, все, значит, как бы, значит, ну, понимаете ли, да, а потом, а что увидел потом, это не передать словами. Пусть Божий Дух, Он подскажет это вам сегодня, потому что я это, вот, не могу словами просто передать. Это вдруг, как будто бы, увидел другую реальность. Не вот ту реальность, которую я привык видеть, а другую реальность, совсем другую. Небо, оно плакало за этого человека, за эту душу. И при этом так плакало, у меня сердце, у нас, как будто, разорвают от боли. Я плакал во сне же, во сне же понимая, что это сон, во сне же вдруг понимая, что это, что он еще живой еще, этот человек. А я видел картинку, как бы, из будущего, и я даже во сне говорил такие слова, которые, ну, не знаю, я никогда в жизнь бы не подумал, что я могу такие слова говорить. Я говорил то, что, с чем, кстати, вот, наверное, одно из немногих мест Писания, с чем я с Павлом был, в чем с Павлом был не согласен. Вот, даже был готов быть отлученным от Христа за братьев моих, а это за брата, которого я даже брата не мог назвать до того. Я был готов быть, даже, я говорил, примерно, я не могу это назвать, как вопль такой был. Я даже говорил, что забудь обо мне, на совсем вообще забудь, что меня, вот, но только спаси его, пожалуйста. Потому что я не мог терпеть этой боли, которую, ужасной боль, и я понимал же во сне, что то, что я чувствую эту боль, когда, знаете, как бы сердце разрывает просто, на живую просто разрывает сердце. Но я понимал же во сне, что он, Бог, чувствует гораздо больше, и я не мог терпеть этого еще, потому что он разрывается от боли за эту душу. За самого недостойного, кому бы себе представить вообще, вот, ну, в жизни. Понимаете? И я проснулся от того, что я захлебываюсь, реально захлебываю со слез. Я не так часто в жизни плачу, знаете, вот, но я так рыдал тогда, а я, чтобы уснул, прям, там, вот, как, комната, там, класс был, там, там, прям на парте, прям, на столько, я пел, пел и уснул. И я проснулся от того, что я просто захлебываю со слез, значит, за этого человека. И потом, два-три дня я, ну, отходила постепенно, но первый день, второй день я не мог ни о чем другом молиться. Хотя я понимал, что, ну, жена, вот, в больнице, вот, между жизнью и смертью, и за нее надо молиться. Но я начинаю молиться за нее, но у меня опять за него молитва. Потому что я знаю, что он живой, и я не мог, ну, уже, может, не так, конечно, как во сне. То есть я не желал быть уже отлученным от Христа, значит, но просил за него очень серьезно тогда. И, знаете, вот, действительно, потому что пожелать подобное человеку в здравом уме, как бы, значит, совести, ну, невозможно. Если не знаешь Христа, можно это представить, но если узнал Христа, то невозможно пожелать быть отлученным от Него, понимаете ли? А здесь это было. И все, после того, как руку я сняла, вообще, всякое вот это вот непрощение, даже не то, что непрощение, а вообще, всякую мысль. И после того сновидения, знаете, вот, до сего дня, вот, с 96-го года много воды утекло, как говорится, но я скажу, что у меня понимание есть, что у Бога действительно есть план. Он хочет, чтобы все люди спаслись вообще. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Он хочет, чтобы люди действительно познали Его, Бога Святого, Иисуса Христа, Спасителя своего, Духа Святого Утешителя. Приняли, узнали и жили. Вот, и благоставляю вас, дорогие друзья, вот, благоставляю и силой воскресения своего. Он действует в нас, верующих, и через нас. И пусть вот это Его действие, эта молитва, вот, говорилось сегодня уже, да, здесь в собрании, что, вот, Он нас дисциплинирует, да, как бы, вот, Бог. И порой, вот, действительно, какими-то обстоятельствами, значит, направляют. Но в Библии это сравнивается, вот, с лошаком, несмысленным ситуацией и с уздой, значит, там, и, значит, вот, как бы, значит, да, как бы, значит, то, что по отношению к непокорной лошади употребляется, да. Значит, но блаженны те из нас, что не ждут узды или шпоры или, значит, там, чего-то еще, а сами себя побуждают к этому уже. Вот, сами себя уже дисциплинируют. Думаю, это самое блаженное состояние верующего, когда человек, он служит, действительно, служит и несет, вот, эту истину, евангельскую истину. Не ожидая, пока там петух жареный клюнет, там, или что-то еще произойдет, гром с неба там произойдет. Вот, пусть Господь благословит. И последних вот этих пятнадцать лет, я говорю, я живу вот этим откровением, которым паки-паки, говорится, снова и снова делюсь вот именно, что Он есть воскресение жизни нашей. Он есть наше воскресение жизни. И пусть сила воскресения, силы жизни в нас верующих и через нас верующих действуют. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, я благодарю Тебя за братьев моих, сестер, благодарю Тебя за вот эти слова апостола Иоанна в его третьем соборном послании. Я верю также, что действительно, Боже, Ты здесь не только вдохновил его написать, что земной отец чувствует по отношению к земным детям своим, духовный отец к духовным своим детям, но то, что Ты, небесный наш отец, ощущаешь по отношению к нам, к людям. И Ты действительно хочешь, чтобы люди, мы, были спасены и достигли познания истины. Ты действительно хочешь, чтобы люди ходили в истине. Дети твои, чтобы были здравы, веря, чтобы были действительно в истине. И церковь была столпом и утверждением именно слова Твоего, истины Твоей, жизни Твоей, веры Твоей на этой земле, Твоей любви святой. Благословен Ты, Царь наш, благословен Ты, Бог наш. И прошу Тебя, Боже, то, что тогда происходило здесь, как вот эти вот тогда схватки такие, еще, в 23-м году, здесь в Москве, Боже, пусть сегодня продолжится действительно вот эта реформация, действительно осознание, что церковь может избирать ложь вместо истины, но наша истина – это в Иисусе Христе, наша истина во Христе, наша истина – это Сам Христос Иисус, Спаситель Господь. Боже Святой, помоги, помоги, Господь, взирать на Тебя, всегда, и в этом наше исцеление. Аминь. Как вот змеи в пустыне вознесли, чтобы было исцеление, ужали нам всем. Так вот, сегодня нашей панацеей является Сам Господь Иисус Христос. Возрить на Него, кого пронзили грехами своими, но в котором наше исцеление, полное освобождение, полное исцеление. Аминь. Благословляю вас, братья, сестры, имени Господня. И прошу вас снова и снова в ваших молитвах, не забывайте о ваших молитвах, особенно вот в эти дни. Ну, а даст Бог жизни, будем живы-здоровы, и Богу будет угодно, то через пять лет, приглашаю уже сразу, заранее, через пять лет, столетия будем отмечать православного обновленческого движения. Да, значит, в 23-м году, да, и предполагаю, к этому времени, за эти пять лет, вот, план уже разработали такой, очень интересный. Значит, и через пять лет вот эти служения в Петербурге, в Москве, в Киеве будут как раз посвящены именно этому событию, столетию реформации православной церкви. Спасибо, Сережа, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Отец Сергий. Верный. Верный, верный. Вы знаете, я первый раз с Сергием познакомилась, мы ездили в поездку в Израиль, был 2008 год, мы были в одной группе, 2006, 2006, 2006, 2006, я не ошибаюсь, да, 2006 год. Было удивительно, когда мы шли по Вить-Белорусу, и он в рясе своей, и он надел эту арафатку, без дела своего, вот так мы, ну, просто, это, прикольно смотреть было, да? Но ты смотришь, что он шел, и он цеплял простых людей, которые на улице пытался донести, это настолько, я тогда зацепила, думаю, ну, надо же, поменял только, и везде за своего сошел, понимаешь? Ну, для меня это, для нас тогда это было, нас было сколько, более 30 человек, где-то что-то под 40 человек нас было, и было поделено, кто-то на неделю, кто на две недели. И когда мы ехали в той группе, мы так сожалели, что мы только делали, насколько были спорчены, единственные, пришли, проехались по Израилю, по местам всем святым, нас так это соединило, мы очень жадко, когда вы уезжали. Ну, вот с того времени, потом вы нарисовались, так вот, Господь так, да, соединил, да, никто не знал, что я здесь окажусь, что вы, да, ну, вот видите, пути к Господню неисповедили, да? В любом случае, Сергей, всегда для нас благословение, и всегда, пожалуйста, двери наши открыты для вас. Мы, а? Да, друзья, но суть, то есть, пасть никакова, да, ну, если вы в обиде, или вы обижены, то повод не обижаться, вставать в молитву, молиться за своих обидчиков. Это хороший, хороший, подстойчивающий фактор для вас. Как только ты пошел в обиду, это значит, я говорю, начни молиться за своего обидчика, у тебя поменяется отношение, я не ненавижу, я не хочу даже о нем думать. Начни молиться об этом человеке, у тебя изменится отношение. Это хороший ключ. Ну, вот то, в принципе, о чем, с кем-то я тоже говорила, да, недавно, там, когда я говорила, что начни молиться с человеком, который тебя обидел, или которого ты обижен. Просто начни молиться, и у тебя изменится отношение. Ты будешь, Бог вкладывает вот эту вот любовь именно в твое сердце. Казалось бы, та ненависть, те разочарования, та боль уходит куда-то, и ты пронизан этой теплотой, этой отзывчивостью. Вот эта вот какая-то милость какая-то проявляет, просыпается в тебе. Уходит куда-то, все эмоции уходят, кнефр, там, раздор какой-то, уходит. Ты только начинаешь, когда молиться о человеке, Бог дает тебе такую милость и любовь к этому человеку. Я говорю, поэтому, если вы не знаете, что делать, и вы стоите в какой-то проблеме, в какой-то стене, да, и есть обидчик, или вы обиделись на кого-то, выпустите людей на свободу. Начниться молиться за этих людей. Выпустите их на свободу. Вы сами за стеной, вы выстроили эту стену вокруг себя, и этих людей держите. Ну, а онкология — это как следствие. Если человек в этом живет, в непрощении, то это как следствие. Это духовная, это как раз-таки причина. Причина, одна из причин онкологии — это непрощение, духовная причина. Чтобы вы понимали эти вещи, да? Будьте внимательны, разбирайтесь с этими вещами. И, конечно, то, что мне понравилось всегда, кто бы ни приходил, кто бы ни стоял на этом месте, мы всегда говорим об изменении. Ребята, если вы хотите, вы будете меняться. Бог делает все для того, чтобы… Он приводит вас в такие общины. Вы слышите многое, но если ты не захочешь меняться, никто тебя не освободит, никто тебе не поможет. Освобождение исцеления и эмоциональное исцеление — это от желания меняться, менять свою жизнь. Другими словами, если мы, как мы, да, наша пастор говорила, да, праведность, да, поворотность 180 градусов, да, праведность 180 градусов, да, поворотность, да, покаяние, покаяние. Продолжение следует...